Тем временем одной из самых горячих точек на территории Украины остается город Мариуполь и завод Азовсталь. В субботу большая колонна автомобилей и автобусов с беженцами из разрушенного Мариуполя прибыла под контрольный Киеву город Запорожье. Сообщается, что после нескольких дней ожидания российские войска все же позволили людям покинуть территорию, где все еще идут активные военные действия. Помощник мэра Мариуполя сообщил, что колонна насчитывала от 500 до 1000 автомобилей, что представляет собой крупнейшую разовую эвакуацию из города со временем вторжения России. Украина уже более двух месяцев постепенно вывозит мирных жителей из разрушенного города. В нашу квартиру попало две то ли снаряды, то ли бомбы. В общем, все сгорело. Мы жили около месяца в подвале, но потом все-таки решили, что надо пробираться на территорию Украины, потому что ДНР не воспринимается нами. Не пропускали на блокпосту, просто не пропускали колонны машин. Там собралось порядка, ну я не пересчитывала, ну, наверное, 800-900 единиц транспорта. Ну, а сегодня начали пропускать, я так думаю, что тоже пропустили порядка 200. Тем временем сообщается, что в пятницу российские войска усилили обстрел осажденного завода «Азовсталь». Промышленная зона в южноукраинском порту остается последним оплотом украинских защитников в Мариуполе. На этой неделе Турция предложила эвакуировать раненых украинских военных с «Азовстали» морским путем. Об этом сообщил советник президента Эрдогана Ибрагим Колын. Согласно плану, раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их заберет в Стамбул турецкое судно. Москва пока не согласилась на это предложение. Это предложение до сих пор в силе. В прошлый раз, когда я встречался с президентом Зеленским в Киеве, мы обсуждали этот вопрос. Если это можно сделать таким образом, мы рады помочь. Мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию. Продолжение следует...